Можно? Можно? Марату, можешь закрыть одну? Мы говорили про ярость и нежность, да? Ярость и нежность, ярость и нежность. Да, почему я говорю про ярость и умиротворение? Да, я про нежность сейчас вот все полтора часа буду говорить как раз, вот есть эти полтора часа про них, про неё сейчас. Если опять не съеду на какую-нибудь да можно напоминать как-то мне точно но сейчас я немножко про ярость и потом из нее прямо в нежность ну тоже вариант тогда нужно сразу сказать если генерировать очень сильно нежность то тело начинает ощущать потерю границ и единство со всем сущим вначале сказала окей можно дверь до прикрытия да спасибо так тогда продолжим про нашу ярость и умиротворения почему я хочу об этом поговорить это когда мы генерируем благодарность да мы доводим ее до умиротворения это умиротворение это то что убирает эти условия которые ты говоришь что вот у нас да есть условия на нежность есть условия на красоту есть условия на близость вот на близость условия вообще офигительные сейчас еду еще на полчаса есть условия на каждое чувство состояние которое раскрывает нас изнутри на любовь к себе к другому человеку вот все эти условия можно не прорабатывать каждое вычищать искать записывать думает ломать голову это займет еще 10 лет можно делать намного проще проще когда мы генерируем эту самую благодарность по факту того что эта единица существует она просто существует она неповторимая невероятная уникальная и глубина этой благодарности не за что то что это единица делает или что у этой единицы есть машина деньги там связи или она просто поставляет йогурт а именно та благодарность которая за то что ты просто существуешь особенно если вы делать это по отношению к своему телу рождает огромнейшую силу умиротворения и это умиротворение вот если это умиротворение удерживать или снова и снова поднимать в моменты когда ситуациях когда включаются условия до когда появляются напряжение ты видишь девушку например ты в нее влюбляешься и ты понимаешь это уже не дружба ты хочешь не дружбы ты хочешь чего-то большего сексуального с отношениями с каким-то продолжением и начинается перенапряжение потому что это сразу я должен быть более лучше она обязана не делать вот этого и делать вот это и когда вот в этом напряжении мы генерируем эту самую благодарность к себе просто к себе до этого умиротворения а помните если у нас есть опыт то мы опыт чувства опыт состояния то мы способны снова и снова воспроизводить эти чувства эти состояния то есть мы разукрашиваем свой день и здесь прикол в том что когда появляется дискомфортной ситуации напряжение вы можете либо этот самый опыт благодарности в это напряжение генерировать то есть напитывать а если вы уже дошли до умиротворения то все намного проще вы просто берете это умиротворение и буквально поднимаете его из этого дискомфорта почему говорю буквально поднимаете его из этого дискомфорта например вам больно у меня так ощущается у меня так это ощущается когда например боль если погружаться в эту боль то умиротворение поднимается изнутри. Вот если с благодарностью мы погружаемся в эту боль, то умиротворение как будто произрастает изнутри. Это как будто асфальт начинает зарастать травой, цветочками. И вначале для этого нужно генерировать достаточно много и сильную глубокую благодарность, искреннюю благодарность к этой боли. А потом это становится на автомате, достаточно сильно на автомате. И как только у вас появляется какой-либо дискомфорт, вы уже не делаете те же самые шаги, сейчас я буду генерировать благодарность, бухтите в голове, благодарю, благодарю, спасибо, ой-ой-ой. Эти все шаги уже так наработаны, что у вас сразу начинается с умиротворения. Раз, и в этом дискомфорте умиротворение, и здесь у вас есть большая свобода понять, почему это рождается, почему это чувства или эмоции рождаются. Так вот, фишка еще в том, что углубляя это умиротворение еще больше, не в моменты напряжения, а просто, когда вы находитесь сами с собой, да, дома, включаете музыку, вот, великолепная атмосфера, еще глубже это умиротворение, еще глубже рождается тончайшая нежность. Я называю это нектар нежности, потому что он реально ощущается, как нектар. И он ощущается в каждой клеточке тела. И он так невероятно кажется, как это, как такая нежность вообще может ощущаться телесно. Потому что, доходя до умиротворения, напряжение и боль расслабляются и выравниваются, рождаются разного вида понимания. И уже от умиротворения вглубь реально это вот чистая нежность. Поэтому есть, например, большая разница, либо вы просто пытаетесь генерировать нежность, вы видите маленького котика, такие, ой, какой ты классный, чувствуете такую вот эту вот тоненькую нежность, так все супер. Эта нежность поднимет у вас автоматом ту боль, одиночество, брошенность и никому не нужности, когда нас в детстве отталкивают, если мы что-то делаем не так. А вот та нежность, которая после умиротворения идет, она уже идет без примеси боли. И в этом большая разница. И вот если вы доходите до умиротворения, закреплять этот опыт, а закреплять опыт телесно можно, когда ты генерируешь это наружу кому-то, это умиротворение кому-то, да хоть к дереву, хоть к запорожцу, неважно. Просто представляете, как оно электрическими такими штуками из вас распространяется в пространство, как ежик электромагнитный. И тогда этот опыт закрепляется телесно. И вы можете, когда вы генерируете это, умиротворение, вы сразу начнете чувствовать, как рождаются автоматом разного вида понимания, разных кусков событий, сфер вашей жизни. Именно поэтому можно не ходить и не копать все эти условия. А если дойти глубина до умиротворения телесно и его испытывать большую часть дня, всё время снова и снова, снова и снова, может не всегда, вначале там по 5 минут, по 10 минут. Мне так очень помогало, когда я начинала только вот всё это практиковать, я увидела, что чем больше энергии, я загружаю в подсознание, там поработала капитально, концентрация, там практика, тем больше из меня выходит всякой фишки какой-то непонятной, фигово, говно прёт. И главное, чем больше я делаю, чем качественнее я делаю, тем больше она поднимается. Я думаю, ладно, будем по-другому, гомеопатическими дозами. 5 минут раз в час, 5 минут раз в час, через 3 месяца у меня офигительные результаты. Я поняла, ага, получается, к подсознанию нужно аккуратненько. Если там у меня офигительное сопротивление, значит, я просто по капельке в час, так, незаметно. А что такое? Ну, ой, прикольно. И постепенно, постепенно, постепенно оно начинает расти внутри. И месяца через 2-3 такая, ого, у меня уже-то получается, нифига себе. Я себе сделала заметочку. Значит, нужно просто по чуть-чуть, по чуть-чуть в повседневной жизни, по чуть-чуть в бытовой жизни. И оно раз, и оказывается, что ты уже 24 часа в сутки вместе, как и во сне, начинаешь это делать, это испытывать. Ну, то, чему ты учишься. Так вот, если вы дойдете от благодарности к умиротворению, все очень просто становится. По 5 минут в день, раз в час, раз в два часа, когда вспомните, просто когда вспомните. Мне нравится, как Вишнадев говорил в одной из лекций. Нарабатываем осознанность. Вы сидите в комнате, вы такие внимательные, вы осознанные, вы встали, дошли до туалета, вы уже забыли о том, что вы нарабатываете осознанность, вспомнили об этом через полчаса на кухне. Вот когда вспомнили, тут же сразу врубаем осознанность. И эти периоды забывания о том, что вы сейчас осознаны, они сокращаются. Так и с умиротворением. Забыли об этом, обнаружили даже через два дня. Не надо себя ругать за это. Вот, значит, там такое слепое пятно капитальное. И снова умиротворение, и снова умиротворение. И погружаемся в это. Как будто вы кусок черного хлеба, опускаете себя в мед, и напитываетесь, разбухаете, как китайские полотенца, через 15 минут, там, 4 метра. И все распрямляется, выравнивается, и все остальное. Физические штуки точно так же. У вас получится это умиротворение держать. Делайте его еще глубже, потому что там дальше реально самый кайф, потому что там дальше рождается эта самая нежность. То есть, ладно, вы ходите такие умиротворенные, все классно, вы генерируете умиротворение. Вы уже всех достали этим вот состоянием, да? Ходите по квартире так, все офигенно. Все офигительно. Ну вот реально вы чувствуете умиротворение, и другие люди рядом это чувствуют. Да, резко успокаиваются, все перестает волновать, мотивация почему-то исчезает. Углубляйтесь еще больше, и тогда резко вы будете чувствовать нежность. И вот тут могут пойти разные эффекты, потому что при соприкосновении с другими людьми снаружи ваша эта нежность будет вызывать сопротивление. Это же нежность. Это страшное существо. Понимаете? Вы можете гладить сами себя, вы можете там просто вау, ой, там цветочки, всю свою комнату можете нежностью обласкать. Но как только вы видите другого человека, этот другой человек, чувствуя вашу нежность, у него сразу срабатывает что? Вот то же самое, если вы просто начнете генерировать нежность, и выходит боль, одиночество, никому не нужность и брошенности. И он скажет, отойди от меня, не надо так сильно, не дави на меня, ты слишком напористая, ты слишком открытая, ты слишком искренная, слишком эмоциональная. То есть, другими словами, не подходи, не бросай меня в мою боль. Это нужно учитывать. Это не значит, что вот вы достигли умиротворения, у вас пошла нежность, и все люди просто открывают объятия. Вы что, они еще больше от вас пятиться начнут, если там капитальная боль, и они не хотят этого, ну, то есть, с этим работать, это понять, прожить, чтобы выровняться, да? Чтобы тоже так было можно, классно, ой, умиротворение, куча нежности, офигеть! Так вот, из этой благодарности в умиротворение к нектару нежности, и вот эта нежность, это реальный ключ, не та нежность, которую просто генерируешь, а которая выходит из умиротворения, это нежность, реальный ключ к тому, что когда ее чувствуешь очень долго, несколько часов, а некоторым не нужно несколько часов, некоторым хватает и 20 минут, и тело начинает ощущать, вы это начинаете ощущать телесно, не просто в голове, вы начинаете ощущать телесно, что оказывается, это маленькое тело всего лишь атом в огромнейшем бесконечном теле, границы растворяются, благодаря этой нежности телесно растворяются границы, и можно телесно прожить единство, только той нежности, которая после умиротворения идет глубже. Так же самое есть другая нежность, которая выходит из ярости, вот два полюса, благодарность и ярость, вот возьмем, да, благодарность и ярость, потому что от ярости тоже приходишь в умиротворение, но чувствуется она больше как свобода, свобода и вечность. Генерируете чистую ярость, которая не спаяна болью и не выходит ненависть, когда уже не выходит ненависть, отвращение, презрение, раздражительность, недовольство. Это чистая ярость, если ее генерировать, если у вас получается разлепить это как огромнейшее цунами смотришь на эту стихию ты чувствуешь эту свободу эту мощь да тут ярость стихии генерирует это внутри себя но здесь нужно аккуратнее потому что это еще больше интенсивность чем радость ярость это еще больше интенсивность чем радость может начать болеть голова сердце еще разные моменты и поэтому чаще проще прийти к этому через благодарность у некоторых нет этих зажимов на ярости то есть я вот родилась я родилась уже такая меня не спросили что я хочу выйти раньше времени я уже родилась такая вам всем свою стену я вам местную природу покажу а то есть у меня с детства была нормальная вот эта вот ярость именно естественно потом после избиения папой у меня это склеилось болью и стала ненависть в 19 лет эта ненависть расцвела игру что это и до тех пор пока снова не вернула это в ярость и когда генерируете ярость это возможность телесно почувствовать вечность если здесь единство через благодарность то здесь телесно возможно почувствовать вечность потому что доводишь ярость до умиротворения это как будто как говорят внутри торнадо есть место где тишина где ничего не двигается это какой-то момент вот здесь куда она все офигительно вращается хаос а здесь они заката как называется . чего-то о кабури вот и здесь умиротворение в этой ярости генерируя ярость вы доходите до момента умиротворения такого же как и в благодарности точно такого же как и в благодарности оно одинаковое а дальше идет нежность опять же но она немного другая потому что эта нежность выводит вас на вечность именно на ощущение телесной вечности потому что здесь свобода телесная свобода это вечность в общем это все очень легко и просто проживать только если работаете с чувствами и эмоциями да если вам это надо то что мы начинали с первого дня встречи вы выбираете ваше качество жизни сами как вы живете как вы хотите жить как вы можете жить вот этой встречи я просто показываю как вы можете жить если вы этого хотите если вам нужен какой-то пазлик да у меня такой опыт то есть я телесно это проживаю делаю это через чувства и эмоции потому что это самый простой способ это тело а ну и у нас есть не нужно много бабла и надо работать чтобы заработать много бабла и купить это тело она у меня уже есть все инструменты внутри меня только нужно уметь этим пользоваться и все так а я таки про нежность не говорила да так как ярость более интенсивное электричество но более опасно для тела если слишком много запретов стоит и слепых пятен то прийти к нежности через ярость и это нежность умиротворение уже само начнет тебя выравнивать именно умиротворение выравнивают все напряжение именно умиротворение все выравнивает а дальше ты падаешь в единство в вечность да сразу понимание это вместо того чтобы либо ты копаешь условия и рождаются понимание либо ты генерируешь умиротворение и рождаются понимание нет навыки ты нарабатываешь сознательно потому что ты понимаешь что тебе надо и ты уже сам говоришь я этого хочу остается что научиться самое простое ну азарт обучение в школе его отбивают я не спорю то есть у вас есть два момента нужно все что нужно да это понимание 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 разных вещей это можно добиться разными путями либо вы копаете себя там находите слепые пятна запреты то то другое 3 10 этого будет очень много реально очень много и потихонечку собираете эти крупицы понимания делаете их в одно там она начинает работать но все очень медленно да лет пять медитации еще 10 лет концентрации там еще в концентрации 8 ступеней или сколько либо другой момент вы просто начинаете генерировать благодарность ну ярость это для тех у кого там все нормально то есть я бы не советовала генерировать ярость просто так потому что взрывается ненависть и бьет по сердцу и по голове с этим очень аккуратно а благодарность самый безопасный путь генерируете благодарность до умиротворения это умиротворение помните два года пропитывает вас и потом вы начинаете проистекать нежностью все круто значит в моменте пока вы генерируете умиротворение все понимание начинают рождаться у вас сами в голове выравнивается тут же понимание причем через телесный опыт вы можете ехать маршрутки чувствовать эту благодарность погрузились в умиротворение это такие быстро записал да да я провел так всю свою жизнь и и вот так вот он работает вы можете либо копать себя вот много очень новые поле это цветочки есть базовые ядра а есть цветочки вы копаете цветочки благодарность и умиротворение работу с базовыми ядрами вот и все вы сразу же натыкаетесь на это а если при этом вы просто как это сапаете прокапываете как это говорится свой огород там радостью да смотрите о что у меня туда включайте потихонечку ярость видите ненависть работает перешли в благодарность к этой ненависти нашли эту ненависть перешли в благодарность углубились если то соединять не обязательно вы используете либо копаете себя либо генерируете благодарность вместе все это комбинируем тогда быстрее и проще вы придете к этому то либо так либо так вот так тяжело и так тяжело то что же делать мозг не отключаем бывает он хрустит и болит но это полезная вещь так про условия сказали что еще а про нежность я говорила да нет вот это слепое пятна нифига себе да вот от чего-то насчет выравнивать радость радость это просто как ты проверяешь вот у тебя электрическая цепь да и ты проверяешь где у тебя блокады где у тебя дыры ожидания требования страхи ты врубаешь эту радость на пике не забываем что на пике потому что это соединение хорошего настроения холотропки получается 20 минут 30 минут до вот к примеру я когда что-то делаю пропускаю через себя ну энергию я прям чувствую что у меня вот здесь вот напряжение вот здесь напряжение ну как бы тут и что с этим делать вот в эти напряжение благодарность туда и она тебе показывает понимание почему это напряжение и ты общаешься с телом помнишь ты общаешься все время с тем там все нормально а чего у тебя здесь не смысле меркантильный интерес сейчас мы сделаем все поправим я наконец-то пойду заниматься своими делами да да еще раз расскажи про радость вот как понять на пике вот возникает это боль как можно понять ты радуешься и что как мы должны понять что вот здесь надо копать вот так вот вы радуетесь и у вас наступает усталость от интенсивности электричества от непривычной интенсивности электричества то есть сразу актив более остро ощущается перенапряжение перенапряжение и это вызывает усталость вы резко ощущаете свою усталость у некоторых даже через пять минут бывает я порадовался я так устал как можно радоваться целый час вы что а некоторые наоборот радуются час-два и нормально и приходится копать еще глубже ты генерируешь эту радость ну вот на пике ну вот когда ну представь что тебе что-то такое невероятное подарили ну вот то что ты больше всего вот в жизни ждала ты буквально прыгаешь до потолка это нужно держать долго а дальше ты до до усталости до момента усталости ты там устанешь дальше ждешь проходит час-два и говно всплывает зеркало сразу начинает работать либо внешне нет нет либо внешне вы это делаете если вы генерируете радость с намерением то поднимается очень быстро если просто радуетесь то так местами больше раздражительность резко у тебя возникает раздражение через полчаса пускаты вы погенерировала начинается воздражение срезка за настроение да конечно ну да недовольство разные третка замечаешь это по мелочам становится недовольной все же хорошо только что было только что была радость и резко бас другая сторона монетки это не устраивает это не устраивает это и не замечаешь этого раздражены там на это не замечаешь этого до тех пор пока зеркало прямо в лоб тебе не бьет кто-нибудь там звонит говорит тебе что-то и ты такая и взрываешься от агрессии не заметила вот здесь вот уже началось нежность нежность я резко забыла что-то такое нежность но как это описать это чувствовать надо да нежность о благодарности описал точно красоту описала вот чем он когда вы видите красоту рождается нежность когда вы влюблены увидите красоту рождается нежность нежность это самый главный один из самых главных проверочных пунктов все ли нормально при взаимодействии с другим человеком туда-обратно то есть когда вы воспринимаете другого человека как врага очень невероятно сложно испытывать к нему нежность особенно если он не вползает не не сжимается в наши шаблоны и поэтому один из возможных вариантов практики это когда например вам грубят или что-то происходит не так как вы хотите и попытаться почувствовать нежность к этому просто так может не получиться но вы помните что нежность рождается из благодарности из красоты из влюбленности красота благодарность это просто как уравнение нужно проверить через что лучше идет вот не идет так вот нежность генерировать окей пойду обходным путем спасибо что ты есть какое-то умиротворение вот здесь а вот здесь получается нежность генерировать супер и начинаем чувствовать нежность к этому человеку и опять же тут же начинают рождаться разные понимания что этот человек ни при чем к тому что у вас внутри это это боль там или это раздражение резко она отделяет вы сразу понимаете что этот человек ни при чем как только вы испытываете нежность к нему и у вас сразу акцентируется аста очень остро акцентируется ваша боль и вы понимаете вот это не причастны вообще никак этот человек который мне только что сказал какую-то гадость дали он меня обидел или сказал что-то что буквально прозвучало как предательство если вы способны найти им путь чтобы в этот момент испытать к нему нежность то это нежность отделяет вы понимаете вы во первых вы видите красоту этого человека его силу да вы сразу вспоминаете что это часть вселенной это уникальная часть вечности и вы сразу направляете внимание моментально направляется внутрь вас самих это у вас там болит так болит что его слова вызывают эту боль его слова вызывают вызывают эту боль я люблю приводить аналогию как будто вот вы стоите на море да вот есть ветер это стихии люди снаружи ситуации снаружи это стихии ветер очень как-то абсурдно и глупо стоять на море услышать какую-нибудь фразу там искать ооооо ты меня предал ветру боль внутри человека боль внутри человека с людьми намного проще эту боль видеть потому что зеркала вообще очень просто да да с чайным пакетиком не получится и то только по факту если это просто чайный пакетик а не красота на горе там шри-ланка и все остальное а живыми людьми проще всего прорабатывать и видеть себя видеть себя видеть свою боль и вот ситуации снаружи это просто ветер если вы реагируете на ветер то у вас внутри капитальная где-то боль однозначно если вы просто реагируете на ветер стоите на берегу моря и слышите ты мне не нужен никого рядом нету ветер что-то там в ушах пронеслось преломилось как ты мне не нужен и все дикая боль а если бы рядом стоял человек близкий который бы сказал ты мне не нужен тут сразу понятно ну как же этот человек мне сказал что я ему не нужен все очень адекватно все очень логично и тут уже не спихнешь что боль внутри меня а когда стоишь на берегу моря и понимаешь это был ветер никого рядом нету наверно боль внутри меня мне помогает так вот представляете что это стихия это стихия мама звонит это стихия боль внутри меня да чем отличается нервность обладающей яростью от нервности котенку к ребенку это же разница да то есть сюсюканье грубо говоря это же тоже нервные проявления ну бывает сюсюканье это из жалости рождается сюсюканье когда ты видишь из ненависти да из ненависти тоже рождается сюсюканье здесь видимо нервность другого плана который ты пытаешься описать мне понравилась ситуация одна описывали женщина хотела стать балериной но рано забеременела родила девочку и она эту девочку до такой степени контролировала со всей своей любовью буквально душила из ненависти вот то что бывает и нежности из ненависти но это уже не та это уже не нежность это ты уже там давление есть да я пытаюсь все еще сформулировать это и вот как-то облечь слова в этом состоянии находишься попробую это описать это обратно противопоставление да когда я впервые хотела понять это нежность я думала как это в физике восприятие увидеть и мне пришла просто игра от слов нежность не жать то есть это ты смотришь на что-то такое хрупкое как будто вот боишься прикоснуться оно вот такое и такое ну вот как двухдневный ребенок трепет да трепет да трепет легкое хрупкость да максимально не прикасаться и в то же время прикоснуться ну вот мне нравится вот нежность бывает да разного толка даже когда ваш партнер касается нежно вас по щеке это один вид нежности да он вызывает еще и сексуальный с французского а снег это нефь то есть получается может быть как снег как снежинки легкий тает снеж класс ничем я говорила да когда вас угладит партнер по щеке это одно чувство нежности да оно сексуальным и сердечным огнем связано когда вы касаетесь котенка если вы при этом не воспринимаете котенка как маленькое слабое существо которое нужно защищать вот щечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечечеч Вы видите его слабым, вы не видите его силу, вы вычеркиваете Вселенную нафиг вообще из уравнения. И вы испытываете нежность, потому что он маленький и беззащитный, и только вы у него есть, чтобы его защитить. Вообще-то есть еще целая Вселенная, планета, и этот ребенок огромнейшее сознание в этом теле. Либо вы из беззащитности, хрупкости. Кстати, хрупкость на грани этого, на грани. Но это еще не значит, что вот бывает, да, и бывает, когда ты смотришь, оно такое красивое, оно такое хрупкое, вот именно в своей красоте. Не в смысле оно беззащитное, это хрупкое и встанет, как даст? Да, хрупкость она более жесткая. А? Еще раз. Хрупкость она более жесткая. В смысле? Ну, может быть, еще хрупкость это из того жестче, потому что автоматом рождается внутри запрет не разбить. Да, не навредить. Но ты видишь, что оно очень хрупкое. Автоматом внутри не разбить. Не в смысле аккуратнее обращаться, нежнее, а не разбить. Вот тоже разница. Если внутри есть страх, это повредить, да, то будет не разбить, не делая этого. А помните, запрет вызывает слепое пятно. Будем вот это вот не разбить, не разбить, но будем давить психологическими методами. И вот есть эта разница в нежности. Нежность, когда вы видите беспомощное создание, слабое создание, это жалость. И нежность, когда вы видите красоту и силу, мощь, то вы увидите красоту и силу там, где другой видит беззащитность и слабость. И в обоих случаях будет рождаться нежность, но разная нежность. Одна нежность будет пытаться сверхзаботой окружить и создать комфортную зону. Поскольку ты видишь беззащитность, что нужно сделать? Это маленький ребёнок, нужно создать комфортную зону. Это маленький котёнок, нужно создать комфортную зону. Сверхзабота, сверхзабота, сверхзабота. Ещё, ещё, ещё больше. А так бывает часто не только к котятам и к маленьким детям, а просто к романтическим партнёрам. Ты такая хрупкая. Алло. Ты такая хрупкая. Ты такая вся. И начинается сверхзабота. И зону комфорта. И не спрашивают человека, нужно ли ему это. Может, ему комфортно именно в состоянии изменений, риска. Нет. Ты такая хрупкая. Я вижу тебя такой хрупкой. С зеркалом разговаривают, чувак. Я вижу тебя. Давай я тебе это сделаю и это. И он уже это делает. Ты просто говоришь, да приходи в эту зону комфорта. Ты такая стыж и говоришь, да нафига, мне очень классно здесь, когда всё время меняется всё. Когда перемены, когда азарт, эмоции бурлят. Я не хочу туда. Ну реально. То есть нежность из беспомощности, из видения слабости в этом человеке рождает сверхзаботу, когда мы не спрашиваем человека, насколько тебе комфортно там, где ты находишься. Хочешь ли ты изменить своё качество жизни, да? Нет. Сразу идёт такая штука. Беру услуг. Хочешь, я понесу твою сумку? Давай я понесу твою сумку. Или сразу беру твою сумку. А вдруг нормально? Ну может мне нормально, может мне тяжело нести свою сумку. Если я девушка, не значит, что нужно у меня забирать сумки сразу. Может там не вообще две банки йогурта. И сразу забирают сумку. Ау! Ну ты же такая хрупкая. Эй! И совсем другая нежность, когда видишь красоту и силу человека. И совсем другая нежность. Да, и эта нежность, кстати, подразумевает то, что автоматом ты понимаешь и чувствуешь эту хрупкость, но не рождается запрета не сломать. Потому что когда видишь беспомощность, автоматом рождается запрет не сломать. Оно и так слабое, и беспомощное, куда там еще давить? Нужно только больше, больше комфорта. Да, подушками. Как это, комнаты в психушке, да, обитые. И совсем другая нежность, когда ты видишь силу и красоту человека, тут не нужны запреты на то, чтобы не сломать. Ты из этого понимания и чувствования красоты и силы автоматом с уважением относишься, с интересом. И тогда реально рождается вот эта нежность, которая сила, которая помогает расти. А не та нежность, которая душит, давит. И говорит, ты такая хрупкая, ты такая беспомощная, давай еще немножко уплотним стены в психушке. Почему нежность так невероятно важна? Потому что ее так редко встретишь. Почему-то если нежность, то значит нужно как-то ее сразу проявить, пойти обниматься или гладить других людей. Не надо. Можно этого не делать. Вы же внутри себя испытываете эту нежность. нежность такую, я даже не знаю, как это описать. Такой нежно-нежно-розовый перламутровый цвет. А у каждого по-своему. Мне же смина. Нежность — это та тонкая грань, по которой вы можете проверять, насколько вы открыты, насколько ваше сердце на самом деле открыто другим людям, себе. Насколько вы можете себя с нежностью касаться. Не так две минуты, гомеопатические дозы, да, услышали? Две минуты в час, две минуты в час. А потом я... А потом вы не заметите, что вы, 24 часа себя гладите по рукам, что ли? Когда вы можете касаться себя? Вот с той самой нежностью, когда в период романтики и влюблённости вас касается ваш любимый человек. Это такой надрыв чувств, эмоциональности. Он вас касается, это просто как будто сейчас с катушек сорвёшься. Вот эта вот невероятная нежность, глубина и нектар, и эмоциональность, и острота. И здесь есть ярость, потому что это первый раз. Оно такое невероятное, оно непостижимое. Так хочется его запомнить. Запомнить они получаются, потому что через неделю ты об этом уже забываешь. Слишком много конфет, цветов и походов в кино. Вот с этой нежностью, вот с этой нежностью касаться себя, чтобы вызывалась именно эта глубина чувств, как будто вас в первый раз касается возлюбленный человек, первый раз в жизни. Вот если получится этого достичь, тогда вы там, где надо. Тогда если углублять эту нежность, тело начинает ощущать, что границы иллюзорны. Тело начинает чувствовать себя частью огромного тела. Телесно вы будете ощущать, что границы просто иллюзорны. Они выдуманы для игры. Да, я понимаю, я уважаю, но я чувствую, что я часть огромного тела. Ведь главное, по сути, это опыт, он меняет бытовую жизнь. Он реально меняет бытовую жизнь. И тогда автоматом ты начинаешь понимать, если вы чувствуете себя телесно частью всего этого огромнейшего организма, то смотря на другого человека, все механизмы перестраиваются. Ты это другой я автоматом. Ты не враг, потому что мы часть одного механизма. Ууу, тьфу, организма. Это как клетка печени подумает, что клетка там сердца, враг, страшный человек. Ууу, все, страшный человек. Не буду носить ему кровь. Так вот, когда вы чувствуете телесно это единство через нежность, вот для меня в моем опыте жизни через эту самую глубинную нежность, такую-такую-такую невероятную, это самый простой путь почувствовать телесно единство. Но можно 10 лет копать? Я не спорю. Но вот для меня это мой путь, мой самый простой путь через нежность чувствовать единство. Прикасаешься к чему-то нежно. Все наполняется трепетом, волшебством, красотой, такой непостижимой красотой, что нежность еще больше углубляется и рождается в теле блаженство. В общем, все очень просто. У вас есть чувства и эмоции. Это ваши инструменты. У вас есть тело. Все внутри вас. Вот все, вот тупо все при вас. Вас всем одарили, что вам надо. Для того, чтобы и единство чувствовать, и целостно становиться, и играть, и предназначение, и мечта. И все вообще офигительно. Но только нужно не выключать мозг, который все это обрабатывает, а потом еще делать выбор, размышлять и думать, ну, к чему бы это? Наташа говорила, генерирует благодарность. А, пофиг, к чему бы это? Благодарность. И вы резко понимаете. А, вот к чему это точно. Ну, давайте пару вопросов. Да. Наташа, ты вчера говорила, что ответишь на вопрос, каким образом тогда, когда наступает эта целостность, и люди все становятся примерно одинаковыми, как тогда выбор партнера? Вот это не ко мне, я сейчас сама над этим думаю. Становитесь целостными и помогите мне понять это. По ощущению партнерства, есть такое чувство, мне кажется, либо ощущение, которое, ну, может быть, это тоже зерно, ощущение партнерства именно с человеком. Но это не значит, что ты хочешь с ним заниматься сексом и строить семью. Это еще не значит. А может, никак в магазине ты приходишь выбирать, оно само случится? Повем, само выберется. Да я вот тоже сейчас думаю, как оно выберется. Как оно выберется? Это под имя тетамина? Нет, тебе тоже нет. Нужно захотеть понять, что хочу, потому что я же говорила вчера. Выбор, значит, уже есть какой-то у тебя, значит, надо выбрать. Нужно понять, чего хочешь. Я же говорила, вот вчера у меня, у меня как, все мои интересы к сексуальному партнеру реализовались в Амарате, только без секса. Все круто. И я говорю, у меня... У меня есть офигительный друг. Все сочетается в нем. Вообще невероятно. То есть, вот все мои ожидания сюда, перенеслись сюда, теперь они есть. А что мне теперь здесь хотеть? Я не знаю. Становитесь целостными, помогайте понять. Да. А что значит «аллауэ»? А-а-а-а. Не-не-не-не-не-не-не. Это то, как для меня звучит вечность. Да? Да. А может, ты говоришь, что ты через нежности пришла к единству? Это ты имеешь в виду единство, которое в 26 лет это как бы просветление ума или что это? Телесное ощущение. То есть, это именно уже как бы реализация лишь? Конкретно. Я не знаю, как это в ваших терминах. Хорошо, во сколько у тебя было? Я родилась со сознанием и с памятью дома и источникой того, что это все одно целое и чувствовала это со знаниями, тонкими телами. В 26 лет плотное тело начало чувствовать то же самое, что чувствовали тонкие сознания. Я не знаю, как это назвать. Но ты к этому пришла через нервность. Нет, я к этому пришла, потому что у меня уже не было сил. Я помню, ты вывасила и говорила, что денег? Да, да, я сказала, все, меня-то задолбало, больше ничего не буду делать, через 40 минут это произошло. А потом, очень важно, что потом начало сливаться, меня выбрасывает обратно в личность и обратно выбрасывает в это состояние беспредельности, обратно в личность. И в моменте личности самый простой ключ и способ для меня был это благодарность и нежность, чтобы снова упасть в умиротворение и в единство телесное. А до этого момента ты нежность использовала? Нет. То есть это уже после? Да. Я после этого увидела, что это есть у нас, это у меня все время было, только я на это забивала, обесценивала и не понимала. Поэтому я такой упор делал, да. Можно я чуть-чуть вернусь по поводу того, что вот нервность, да, ну то есть вот бытовой уровень, грубо говоря, откуда вот у нас много всяких помещается. Вот допустим, приходит муж, вот как у меня, ну допустим, он выйдет. Ну это не то, что он все время будет, но он бывает. Ну как бы я-то понимаю, что это, ну у меня, конечно, раздражение идет, но я с этим пытаюсь работать и у меня в какой-то момент это получается, не идет раздражение, идет как бы... А что идет? Ну принятие того, что... Вот такое же принятие, когда я просто принимаю, ты пьешь, но не рождается нежность. Я хочу по-другому, не в этом дело, но просто еще тут такой фактор является, как маленький ребенок, скажем, с собой я легче могу с этим разобраться, но вот как фактор маленький ребенок, я хочу в этот момент нежностью закрыть ребенка, чтобы вот как бы это не переносилось на него. То есть опять, получается, вмешиваясь в его, я не вижу в этот момент в том, что даже маленький ребенок... Вы понимаете, у меня нет... Сильный? Нету детей у меня, поэтому эти ситуации, я вот говорю, из опыта, да, и вот все сферы с детьми я не затрагиваю, потому что детей у меня нету. Я могу помочь вам понять себя, а вы можете понять, как выстраивать дальше взаимоотношения у себя в жизни. Поэтому темы с детьми я сразу не отвечаю. Я отвечаю только из опыта, а иначе в смысле это будет бла-бла-бла, потому что я не встречаюсь в такой ситуации. Это беззащитность, да, вот как раз в этот момент рождается, вот что вот оградить, вот зону комфорта ему создать. Это беззащитность. Ну, по логике, это беззащитность, да. Да, да, да. Вот я вот это сейчас обнаружила, на самом деле, я подумала, как с этим... Ну, вот теперь понятно, как с этим... А почему муж пьяный не чувствуется беззащитным? Ну, он-то сильный. То есть вот... Большой взрослый человек, он способен выбирать... Ну, вот это у меня было, у меня целый год было отношение с человеком, который пил, я его находила где-нибудь на поселке, тащила домой, в буквальном смысле я его тащила домой раз в две недели. И там я приходила домой, открытая квартира, он лежит пьяный без сознания на полу. Вот это мне понятно. Вот здесь я могу отвечать, с детьми нет. А почему пьяный человек? Да, он... Вот правда он был ниже меня, и поэтому агрессия так не воспринималась четко. Вот. Нет, но был человек, который тоже пил и был сильнее меня. Но там у меня был жуткий страх, да. Все время на него был жуткий страх. Почему такой человек не чувствуется беззащитным, у него внутри очень сильная боль, только из-за того, что он агрессию очень сильную проявляет, да? Да, он начинает задавать вопросы тебе в этот момент, которые тебе еще больше агрессию вызывают, то есть вот в ответ. А, ну здесь просто, потому что, когда ты понимаешь внутри себя и на вот это не идет агрессия, тогда ты способна разговаривать с ним на его языке. Через раз причем. Ага. Ну вот у меня в первых отношениях так было, у меня была такая агрессия, ну из-за того, что у меня был страх, потому что дедушка гонялся за мной, и у меня был такой жуткий страх. Раз в две недели, ну вот это вот жуткий страх, аж до истерики. Месяцев через восемь, а я там типа работаю над собой, все, я понимаю, это нужно принять, это нужно как-то... Понять у меня не было, у меня было принять. Я уже и так, и так, и так, и так, и потом был какой-то момент, когда просто что-то произошло, и мне перестало, я перестала испытывать раздражение, и у меня стало какое-то спокойствие внутри, спокойствие и понимание. Так он пришел на утро и говорит, ну наори на меня. Я говорю, да нормально все, я понимаю, почему ты пьешь. Я могу представить, почему, например, ты пьешь, или спросить у тебя, почему. Он говорит, я не могу так, накричи на меня, ну сделай что-то. Да, чувство вины. Так, а я хотела еще сценку показать про целостное, не целостное, но, наверное, это уже будет не в тему, да. Мы сценку готовили. Да, премьера. Ну, потому что мы мало про отношения говорили, про коммуникацию. Очень мало говорили. Сейчас-час? Сейчас-час. Коммуникация огромнейший навык в отношениях с любыми людьми, с друзьями, с папой, с мамой, с дедушкой, с бабушкой, с любимыми, со своим телом, да. Если коммуникации навык отсутствует, то, в общем-то, получается лажа. Я говорю одно, вы подразумеваете другое, вы говорите из того, что вы подразумеваете, я говорю, чего? И начинается конфликт. Ты же сказала про целостность. Да, так я сейчас и говорю про целостность. Нет, это другая. Я сейчас по-другому начала говорить сцена. А я хотела, я хотела про утанцевую, коммуникацию. Так он же скручен. А коммуникация, это же к третьей. К третьей. Я хотела про целостность и не целостность, поэтому говорила про коммуникацию. Ладно, я пританцевала. Не, ну пританцевала, утанцевала, это другое. Вот часто бывает, девушка, ну у нас так было в Киеве на семинаре, девушка говорит, как она говорила? Вот если у меня есть партнер и все с ним классно, но он идет к другому человеку. И мне очень больно внутри, все у меня депрессивно, то есть я хочу его удержать. И мы там говорили по теме за целостность, не целостность. То есть вот, вот ты партнер, ну вот ты там танцуешь себе, танцуй. Я партнерские отношения называю танцем. И вот если до момента приближения этого партнера, ты еще не подходи. А я сам с собой танцую. Да, вот он классный, он танцует сам с собой, ему круто. А я стою, я не очень целостная, у меня брошенность, одиночество, дра никому ненужности. Я еще не танцую, но может я так потанцовываю чуть-чуть, знаете там. Я же там работаю над собой, над осознанностью, вижу таких вот танцоров и думаю, я тоже так хочу. Поэтому так, вот так вот. И потом я говорю, ну вселенная, ну пожалуйста, ну видишь, я уже начала танцевать, ну можно мне партнера? Да, ну пожалуйста. Ну и пританцовывает этот партнер. Да, пританцовывает. Я такая, ой, я никогда так себя не чувствовала, офигительно. Боже, обалдеть, я такая счастливая. Я ни с кем так в своей жизни никогда себя не чувствовала. Это, наверное, моя половинка, хочу за него замуж, и детей. И все так классно, и обалденно, и мы танцуем, и все офигительно. Иногда ссоримся, да, бывает, но обалденно, обалденно. Вау. И тут я начинаю бояться, а что если он уйдет? Ты что делаешь? Прекрати! А ты что делаешь? Вот, так работает наш страх, а что если партнер от нас уйдет? Ну давай танцевать, ты дальше попробуй. Да, я танцую с тобой, все круто. Что-то как-то мне неудобно. Что-то неудобно. Ну может чуть-чуть, вот так, вот нормально? Вот так нормально? Нет, неудобно. Давай. Ну я не могу больше, а вдруг ты уйдешь от меня? Может давай пересмотрим наши отношения? Что ты сказал? Нет, может мы расстанемся на время. На время. Нет, пожалуйста. Нет, чуть-чуть на время. Все, пока. И у меня уже не включается эта подтанцовка. Все, я уже такая опустилась, нет смысла жизни. Нет смысла жизни. Утанцевал. Это если вы не целостны, то до появления своего партнера, этого офигительного партнера в вашей жизни, у вас была одна жизнь, он появляется в вашей жизни, это невероятно. Я только с ним чувствую себя вот так. Только он заполняет все мои дыры. Субтитры. И поэтому, если вы не станете в этот момент целостными, то есть не научитесь сами себя заполнять, он утанцует от вас. Он в любом случае утанцует от вас, если он захочет. А если этот партнер утанцовывает от вас, нахера его держать? Ну, утанцовывает, так утанцовывает. Ну, пускай утанцовывает, но тетя другого. Себя тоже нужно ценить. Так, это про утанцевал-пританцевал. Мы готовились. Теперь на DVD. А этот момент будет на DVD, да. Как ты говорил, не трейлер, а тизер. а второе? Да, вот вы увидели, то есть как только мы начинаем бояться, что человек уйдет, мы что делаем? Мы провоцируем его уйти, потому что мы его контролировать начинаем. Это насколько мы не уверены, да, получается у нас же дыры, а он только там, уже так классно танцует, на него все другие заглядываются. А вдруг мои дыры снова откроются, да. Вот что ты делаешь? Перестань! Вот, видите, он отходит. А я говорю, перестань, в смысле, будь рядом со мной только. Почему я должен быть только рядом с тобой? Я же тебя люблю, я же тебя люблю. И что? Хочу, чтобы ты был рядом со мной. Я хочу быть... Постирай мне носки, сходи. Иди сходи, постирай мне носки. Да, хорошо. И кушать приготовить. Да, конечно. Все сделано. Че? Все сделано. Че ты здесь делаешь? А, ну да. Может, это... Мне не нравится, что ты не читаешь Сартра и не увлекаешься поэзией. Пошла, купила поэзию, пошла, купила Сартра, какую кучу литератру 19 века. Господи, что за фигня. Надо прочитать. Я все прочитала. А еще мама, мама твоя, что-то часто приходит к нам. Мамочка, не приходи к нам так часто, пожалуйста. Вы видите, когда мы боимся потерять партнера, мы прекращаем... Секс забыла? Да? Пошли с сексом замену. Ладно, не будем. Ты уйдешь от меня в другой, да, теперь? Нет, будет все нормально. Иди, главное, борщ приготовь. Есть, есть. Молодец, спасибо. Ты такая хорошая. Ты уже не целостный, ты видишь, какую-то хрень со мной делаешь? Так, а ты сама? Ты сама тоже не целостная. Да, я вижу, что я не целостная, но ты должен играть целостного. А, да ладно. По-моему, двух не целостных играть. Это были два не целостных. А что ты ко мне претензий не предъявляешь? Я хочу претензий. Что? У меня нету собственного... Разогреть огонь наших отношений. У меня нету собственного достоинства. У меня собственного достоинства нету, поэтому я делаю все, что ты говоришь, только бы ты не ушел. Даже сексом можно заниматься хоть 10 раз на день, только бы ты не ушел. Нету достоинства. Ты сама такая искренняя, что-то как-то ты мне не нравишься. Я что, это фул сказала, да? Я это для субтитров. А, да? Да. Ты делай субтитр к субтитрам. Теперь. Целостный, не целостный? Я целостный? Все, я уже играла не целостного. Семейная пара. Ну, в общем, показываем фальш отношений, поскольку вот мы женимся, влюбляемся, встречаемся, заводим детей, а все, по сути, у нас что? Я хочу от тебя получить кусочек себе в дыру и еще, и еще, и еще, и чтобы все было залатано и не отходи от меня подальше. Все время нужно получать-получать, а не создавать. Слушай, я не понимаю, почему ты со всеми общаешься? Своими друзьями? Ты со мной вообще время не проводишь? Я провожу с тобой время. Нет, ты проводишь со мной мало времени, я хочу с тобой больше проводить время. Пойдем в кино сходим. Я не хочу в кино идти. Мне уже надо ехать в кинотеатр, я вон лучше пойду с друзьями пообщаюсь. Значит, ты меня не любишь. Ты можешь спросить? Если ты хочешь пойти с нами, скажи, и я приглашу тебя. Нет, я хочу просто провести с тобой время. Ты все время проводишь время со своими друзьями. Так пошли со мной, к моим друзьям. Я не хочу проводить время с твоими друзьями. Пошли со мной с моими. Хорошо, пошли с твоими. Мне интересно твои друзья, я хочу с тобой быть. Так пошли к твоим друзьям, будем вместе. Нет, они будут смотреть на тебя. Пошли вместе в кино. Я не хочу в кино. Пошли в ресторан сходим. В ресторан? Да. Ну, можно в ресторан? Пошли в ресторан. Пошли в ресторан, сходим. Ты какой хочешь? Я? Да мне все равно, слепой. Ну, ладно, пойдем тогда в кебаб. Ну, пошли в кебаб. А, ты заплачешь? Я заплачу? Нет, почему это? В смысле, ну ты же вместе. И что? Ну, и ты можешь заплатить за меня тоже. А с какого чуда? Ты что, меня не любишь? Люблю, но платить за тебя не собираюсь. А почему? Я только за себя заплачу. Окей, напополам. Напополам. Договорились. Что-то мы договариваемся. Да. Ты же целостная. Я вспомнила про еще одну сумку, которую мы не сделали. Какую? Вот эту? Да, вот это самый кайф. Вот как раз про целостная и не целостная. Это мы налажали, да. Ты же не сделала претензий. Я же тебе, ну типа... Нет, сейчас мы сделаем вот про вот это, это про... А потом эту еще раз, да. Дубль два. А, так че я? Это что будешь стоять так? Про целостную и не целостных людей. Вот целостные люди, да, это люди, когда они расслабленные, у них нежность, двигается умиротворение, все классно, они свободно выражают свои эмоции. Если у них агрессия, они говорят, пять минут, пошли поработали с собой, пришли, все нормально. Вот. И поэтому они такие расслабленные, могут двигаться. Это не целостные люди, это те, у которых много напряжений в теле, поэтому они вот такие. Это если повезет. Бывает очень прикольная фишка, когда сердечная тяга, а это такая хрень, она происходит между самыми разными людьми, да. Я люблю тебя. Как вы видите. Вот. И вот представьте, целостный и не целостный. У нас сердечная тяга, ну реально офигительно, вот такая любовь от души к душе. Все обалденно, кроме одного момента. Вот он какой-то скрючивает. Ты меня не любишь таким, какой я есть? Я тебя люблю таким, какой ты есть. Ты очень красивый, ты очень сильный, особенно если ты наконец-то выровняешься. Что ты имеешь в виду выровняешься? Ладно, мы сейчас опять не туда пошли. Мы не туда пошли. Скажешь, когда нагазовали? Ага. Вот, я целостно, я хочу просто танцевать. Я к нему подхожу и говорю, давай танцевать, чувак. У меня не получается так танцевать, мне не нравится так танцевать. А мне нравится, что тебя не устраивает? Меня все устраивает. Извини, я так не могу танцевать. Ты меня не любишь. Люблю я тебя, но я так не могу танцевать, мне так неудобно. А что тебе неудобно-то? Ну потому что мне придется вот так вот встать, чтобы с тобой танцевать, но я вот такая. Ты что, издеваешься надо мной? Это ты надо мной издеваешься? А что мне сделать, чтобы ты хотела сама танцевать? Просто расслабься и тоже танцуй. Ну вот же я расслаблюсь. Не, ты хочешь, я тебя научу, как это? Научи. Научить? Да. Смотри. Не дави на меня, ну что ты на меня давишь-то? Ну ты хочешь научиться быть расслабленными, танцевать? Да. Ну так я тебе могу научить. А почему я должен быть таким, как ты? Почему ты не можешь быть таким, как я? Такой. Ну потому что мне нравится быть такой, какой я есть. А тебе нравится быть таким, какой ты есть? Мне все нравится, да. Ну тогда у нас разные дороги, я тебя очень люблю. Нет, я хочу быть с тобой. Ты такая клевая. Ну тогда попробуй выровнять. Почему тебе так страшно это сделать? Давай попробуем. Ты мне научишь? Да, научу. Окей. Смотри, нужно сначала ногу опустить. Опусти ногу. Ногу опусти. Опусти ногу. Не дави на меня. Да не дави на тебя ногу. Что ты орешь? Не контролируй меня. Ну вот, опустил ногу нормально. Да, полегче. Полегче? Да. Хочешь дальше продолжим? Ну. 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 Ну вот, смотри, теперь нужно. Мне больно. Ну вот, просто смотри, как я делаю. Видишь, я расслабленная, руками махаю. Ой, ты расслабленная. Только у меня не получается, как у тебя. Так просто расслабься. Почему ты боишься? Ну, потому что ты можешь меня обидеть. Чем? Ну, не знаю, ты что-нибудь сделаешь мне. А это не то, что потому что все 7 миллиардов такие же, как ты? В смысле? А может быть, ты не такая, как все 7 миллиардов? Может, ты ненормальная? Ну, зато мне нравится быть такой. А мне не нравится быть таким. Тогда выпрямляйся. Я не знаю, как. Ну, вот смотри, вот так вот. Ну, давай. Смотри, раз. Не контролируй на меня. Ну, что я могу сказать? У нас не получается. Все, у нас получается, видишь? Давай еще раз попробуем. Ну, давай, ну, пожалуйста. Нет, отпусти меня, пожалуйста. Нет. Отпусти, пожалуйста. Почему? Ну, потому что я не могу. Ты уйдешь от меня. Да, я уйду от тебя. Я не уйду. Как конец был, Сань? Не помню. Я тоже. Сейчас попробуем еще раз про супружескую пару. Что? Думаю, нужно открыть окно в жарко. Да? Ты куда пошел? Кто тебе разрешал? Два нецелостных. Два нецелостных. Да, ну, фальш отношений. Два нецелостных. Оба два нецелостных. Да, как в жизни. Да, как в жизни. Встретились, влюбились. Да, ты как клевая. Офигительная. Так с тобой клево молчать вместе. Да, вообще, оболденно. Ты во всем иклющий. А что ты с жалостью-то? Ну, потому что мы нецелостные. Ага, ладно. Не надо нажиматься. Ну, давай просто разговаривать. Да, хорошо. Давай разговаривать потом. Давай просто помолчим, посмотрим на закат вместе. А ты мне подаришь немного шоколадок и цветов? Я тебе подарю все, что хочешь. Дай немного шоколадок и цветов. В смысле, много. Много? Ну, у тебя деньги есть? Есть. Ну, много шоколадок и цветов. Дай мне, пожалуйста. Я тебе дам. А что ты такая требовательная? Ну, ты говоришь, что я тебе нравлюсь. Да. Ну, так я жду. Ну, покажи мне это. Тогда, ну, это... А секса у нас давно не было. Мы только познакомились. Ты издеваешься? Правда, что ли? Я забыл просто там. Похожая очень. Ну, ничего. Ты дашь мне много шоколадок и цветов? Ну, дай, пожалуйста. Да, да. Офигительно. Я тебя так люблю. Спасибо. Мы можем посмотреть на закат? Да, конечно. Да, клёв, смотри, какой закат. Вау. Что ты там жрешь? Мне с тобой так не интересно. Шоколадку ты мне подарил? Не можешь смотреть на закат? Я смотрю на закат. Да иди ты сзади туда парил. Вот ими. Ты мне пошел. Я не хотел тебя обижать. Честно. Я хочу еще и шоколад тебе дам. Да. Да, еще на шоколад. Только не любишь больше. Да. Я тебя люблю очень. Я тебя тоже. Спасибо. Давай детей заимем. Заимем. А будет много шоколада? Будет много цветов, шоколада и мама. Мама? Да. Не. Я на маму не подписывалась. В смысле? Ты не любишь мою маму? Ты не хочешь познакомиться с моей мамой? А она даст мне много шоколада? Ну, я не знаю. Ты у мамы спросим. Знаю этих мам. Не хочу. Проходи за меня замуж. Да. Да. Да, ты согласна? Да. Мы будем вместе. Навсегда. Да, точно. Много шоколада дашь. А я, пожалуйста, еще вот это. Единственное, что мне хочется, чтобы... Вот там ни один твой друг не нравится. С ней, пожалуйста, больше не гуляй. Да. Потому что, ну, ты же понимаешь, что там раньше у вас что-то было. Я не хочу, чтобы ты с ней ходила. Ну, хорошо. Окей? Да. Все. Выходим. На. Да, да, да. Будем жить вместе? Да, конечно. Ну, мы же поженились. С моей мамой. Машину мне купишь? С мамой? В смысле? С мамой? Ты не видишь, сколько я работаю и сколько мы тратим на... Ты видел свою маму? Ты свою маму видел? Не, ну, подожди. А что ты делаешь, кстати, для наших отношений, между прочим? Так-то я забыл со всем. А ты что, не видишь? Ты требуешь от меня, там, про маму забыл, конфетки, шоколадки, машина. А сама что ты делаешь? Ты видишь, какая красивая? Нет, ну, никто не спорит, конечно. Ну, вот и все. Может быть, ты еще что-нибудь будешь делать для меня? А секса тебе мало? Ну, секс нормально, да, все. Но одним сексом сыт не будешь, поэтому поехали на Карибы. Поехали на Карибы? Да, точно поехали на Карибы. Ты не будешь больше на меня никогда обижаться? Будешь делать то, что я хочу, да? Да? Машину купишь? Машину потом. Нет, сначала машину. Да ты запарила я, блин, я столько работ... Ух ты, гад, да, ну хорошо, ну ладно. Я звоню своему другу. Давай встретимся, да? Да, пошли погуляли, поцеловали, занялись сексом. Прихожу домой. Я тут телефон твой случайно увидел, на полу упал. Ну, бывает и что. Да, и там что-то звонок какой-то был. Помнишь, я тебе говорил с другом не общаться? Не общалась с другом. В смысле, а что ты звонила? А глюкомана у тебя? Ты не охренела ли? Видел кольцо? Ну и что? Да иди ты в задницу, я тебе говорил не общаться с этим другом. На себя посмотри. Видел свою маму? Машины нету до сих пор. Что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты сначала дома убираться хотя бы, что-то делать для наших отношений и... Начитался, да? Что-то делать для наших отношений? Ты себя видел в начале? Давай займемся саморазвитием. Я тебе помогу. Тут один есть клевый чувак. Иди ты знаешь, куда чувак? Наталья Северская, по-моему. Она знает, что нужно делать. Он, она. О, но. Про измену. А, ну да, я же вот... Ну так ты что мне изменила? Про твою измену. Ты мне изменила. А ты что, не ходишь налево, да? Я тебе не изменял. Да, конечно. Нифига. Ты себя видел в зеркало? У тебя каждая красотка поворачивается. И что, это же нормально. А, значит, мне не нормально, что я могу общаться со своими друзьями, да? Ты не трахалась? Не трахалась я с ней. Ты смотри, как ты... Завтрак готовить. Давай заведем детей? Давай. Ну, пожалуйста. Слушай, что-то я думаю, почему у нас нету вот нежности больше какой-то, я не знаю. Опять начитался, да? Я тебе готовлю еду, я убираю квартиру, я здороваюсь с твоей мамой, я завтрак ей готовлю, я тебе завтрак готовлю, я сексом занимаюсь. Тебе что, мало? С кем? С кем ты занимаешься сексом? У нас секса не было уже. Сколько? Ты даже этого не замечаешь, видишь? Хочешь, минет сделаешь. Не, наоборот. А я беременна. Уже второй? Первый вообще. Вот так ты знаешь нашу семейную жизнь, да? Подожди, подожди, подожди. Ладно, ладно. Давай вместе, да, у нас ребенок, как мы его назовем? Не знаю. Наталья. Машину еще одну купишь мне, а шоколадок много. Да я фрезеровщиком работаю, где мне денег столько взять? А вначале откуда брал? А почему ты не работаешь у нас, кстати? Я женщина, я дома сижу. Я вообще-то беременная, видишь уже? А до этого что-то не работала. Почему ты все время живешь и жрешь на мои деньги? Я квартиру убираю, я с твоей мамой здороваюсь. Ты мне даже машину не купил. Я плачу за твои платья, за твои походы. Ты это видишь? Вот это видишь? Это твое. Это мое, да. Да, супер. Отлично. Давай, веди себя хорошо. А так это, рожай уже давай? Мне ребенок нужен просто. Да. А что в обмен? В смысле, что в обмен? На Карибу, на месяц, на Карибу. То есть ты хочешь его не родить? На месяц на Карибу. На месяц на Карибу. Я фрезеровщиком работаю. Я уже говорил. Нет, слушай, ты что-то меня достала уже с Тадомией. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я тебя тоже люблю, но что-то как-то не видно, что ты меня любишь. А мне думаешь, видно, что ты меня любишь? В смысле, я тебе покупаю один? Ты фрезеровщик. Я буду стараться. Я стану главным фрезером. Только ты не злись, пожалуйста, не обижайся, хорошо? Окей, да. Хорошо. Я пойду погуляю с друзьями, окей? Ну ты, ну нормально все будет, нормально. У тебя друзья там тоже есть, окей? Да, хорошо. Окей. Посмотри, он на меня похож. Не дыши на него алкоголем. Ты что мне не даешь ребенка, ты даже с ним вообще... Ты на себя посмотри. В смысле? Я у тебя ребенка не забираю? А в таких как ты его нужно держать подальше. Это почему? Ты фрезеровщик. Я уже главный фрезеровщик, между прочим, ты не обратила внимания вообще. А по баблу незаметно. Слушай, что ты... А по баблу не дай мне. Знаешь что? Что? Заебала ты меня. Пойду я. Другой тут есть одна. Видел это? Это твое. И что? Уходишь, забирай. Ты себе родила его или кому? Я тебе его родила. Ты же фрезеровщик. Ты главный фрезеровщик. Я тебе спросила, хочешь детей? Ты сказал, да, держи. Ни хрена я тебе не говорил. Ты говорила, что останешься со мной и будешь общаться с моей мамой. Поэтому я захотела ребенка. И чтобы теперь с твоей мамой общаться, да? Да нет, я просто иду. Пока. Все, давай. Мы разводимся. Я не хочу больше с тобой. Вот сволочь, ну. Плохо мне. Ой, очень плохо. Не могу. Вот сволочь, ну. У меня там с другой уже все нормально, понимаешь? Даже не свинется. Не пишет ни хрена. Городая слишком, да? А ребенка куда взял? В детсад сдала. Вот именно, что сдала. Я у тебя ребенка заберу, так, хорошо? Да, держи, на. Все, давай. Ага, пока. 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 Эй, 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 подожди, что ты? Мы вместе. Какая, конечно, вместе? Ну и все, тогда ты не получишь больше ребенка. Ну и пока. Нужен мне был твой ребенок. Хренасе. В смысле, тебе вообще не нужен ребенок? Я тебя в начале отношений, я тебя в начале отношений просила. Я тебе в начале отношений говорила, шоколадки и цветы, шоколадки. Какого хрена? Замуж, детей. Ты думаешь, мне это надо было? Я тебе предложила выйти замуж, ты сама согласила? А что мне еще делать? Мне нравятся шоколадки и цветы, нравятся шоколадки и цветы. Я думала, ты не главный фрезеровщик, не фрезеровщик, вообще какой-нибудь бизнесмен. А почему ты мне после этого ничего не говорила? Скажи тебе что-нибудь. Почему ты не говорила, что тебе нравятся шоколадки и цветы? Говорила все время, шоколадки и цветы, шоколадки и цветы. Ну хорошо, мне нравятся шоколадки и цветы Ты не делал того, что я тебя просил Ты разную хрень просил В смысле разную хрень? А шоколадки и цветы не разная хрень? Нет, это нормальная хрень Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok